И дорогие друзья, следующий бой нашего турнира, бой в весе 77 килограммов, и сюда в октагон, в синий угол, я приглашаю бойца из города Воронеж. Бойцовский клуб, файт-база, Владислав Деревенских. Двигаемся дальше. Это ММА-серия 48. И мы напоминаем, что сейчас проводится голосование в рамках премии MADFestiv.com Awards 2021. Можете заходить на сайт mmaseries.com и оставлять свой голос за любимого бойца, за нокаут, сабмишин и так далее. Заходите, не стесняйтесь. Итак, Владислав Деревенских против Биарслана Закарьяева. Владиславу 23 года, он представляет Воронежа, Академию Диноборств, файт-база. Деревенских чемпион открытой лиги Черноземья по ММА, кандидат мастера спорта по смешным единоборствам и панкратиону. Бронзовый призер Кубка Москвы по панкратиону. Победитель турнира «Надежда России» по ММА, призер чемпионата Воронежской области по ММА. Также он является победителем серии любительских турниров «Доминатор ММА». По профи провел пока только один бой. Состоялся он в декабре 2017 года. Тогда Деревенских нокаутов выиграл у Федора Политковского во втором раунде. Был еще не очень удачный бой по кикбоксингу против польского бойца Гжегжа Стеча. Там Денислав утопил решение. Бойцов деревенских! Бьярслан Закарьяев! И оппонентом Владислава Деревенских будет Бьярслан Закарьяев, дебютант. 29 лет этому парню, который сейчас на ваших экранах представляет Раменская, Московская область. Клуб «Нью Дженерейшн» 178 сантиметров его рост, 77 килограммов показал на взвешивании. Является кандидатом в мастера спорта по боевому самбо, кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. Победитель и призер различных межрегиональных турниров по ММА. Ну и, соответственно, сегодня проводит первый поединок. Оппонент у него более опытный. Но при этом мы видим, что база у Бьярслана – это вольная борьба и боевое самбо. Казалось бы, что еще нужно для смешанных единоборств? Сегодня у нас вообще много борьбы. Так уж получается. Да, Бьярслан – дебютант, как-то отметил Давид. У Владислава только один бой, причем Владислав еще и моложе сильно. Поэтому здесь, наверное, с позиции опыта Деревенских, ну, никак не может выступать. Бьярслан – Сахар Яев! Дамы и господа, в синем углу октагона кандидат мастера спорта по смешанным единоборствам ММА. Кандидат мастера спорта по панкратиону. Победитель серии турниров «Доминатор ММА». Призер Кубка Москвы по панкратиону. Чемпион открытой лиги Черноземья по ММА. Встречайте, Воронеж, бойцовский клуб «Файт-база» Владислав Деревенских. В красном углу октагона кандидат мастера спорта по боевому самбо. Кандидат мастера спорта по вольной борьбе. Победитель и призер различных межрегиональных турниров по смешанным единоборствам ММА. Равенская Московская область. Бойцовский клуб «Нью Дженерейшн». Биарслан Закарьяев. Рефери в ринге Олег Губин. Вы смотрите 48-й турнир ММА серии. Сегодняшнее мероприятие проводится совместно с промоушеном «Файт-райт». Олег Губин рассудит Владислава Деревенских и Биарслана Закарьяева. Итак, смотрим. Первый раунд. В синем углу Деревенских. Да, и он занял центр. Такая широкая стойка. И правый прямой от Владислава. Но пока по воздуху. Кайкик от Биарслана. Зацепил сейчас справа Владислав. Очень увесистый удар у Деревенских с правой руки. Здесь борьбу зайти не удалось. Клинч. Кому удастся из него выйти с наименьшими потерями. Здесь бросок не получается. По корпусу добавляет Владислав. И, похоже, Биарслан делает ставку на борьбу. Пробивает коленом. Сначала по бедру. Затем переводит на корпус. И будет ли попытка перевода в партер? Пока нет. Не удается это сделать. Не удается захватить инициативу. Там было колено по бедру. Но на грани фола развернул все-таки Деревенских соперников. Ненадолго. И еще одна подошка не получается. Но пока таких, прямо скажем, выраженных навыков вольной борьбы со стороны Закарьяева мы не видим. Хотя шансы зацепиться за ногу были. И подсечь ее. Колено по корпусу. И от того и другого на выходе. Правый, тизер, лево, боковой. Под Деревенских. Снова обмен. Владислав больше хочет рубиться в стойке. Попытка достать хайкиком не получилось. Лоу-кик пробивает. Довольно-таки неплохо Закарьяев. Да, хлестко получилось. И у нас опять клинч. Бросок не получается. Колено точно по корпусу плотно пробивает Закарьяев. Хорошая серия. Даже не глядя, неплохо работает Деревенских. Снова у сетки. Да, вновь клинч. Здесь вот в тайской манере пытался отработать Бьерслан. В физическом смысле Деревенских не проигрывает сопернику. Попробуй перевести его, а! Под две ноги. Будет выдергивать. Первая попытка не увенчалась успехом, простите. А вторая получилась. Крузит сверху, здесь спину может забрать Деревенских. Да, есть шанс заправить ногу. Пробивает два удара. Сейчас сверху. Есть атака, неплохо. Так, и вот здесь попытка выйти на удушающий прием. Закарьяев рисковал. Пытается найти там гильотину. Не получается, скорее всего, еще один тейкдаун получит. Локти. В затылок бить нельзя. Ну что ж, перебороть друг друга не сумели пока. Обменялись джевами. Неплохо получилось. Еще одна атака. Бросается вперед сейчас Бьерслан Закарьяев. От Деревенских поточнее чуть-чуть. Не так много времени остается. По корпусу достает. И тут же двойка и справа, и слева пробивает Владислав. Разворота попытался Закарьяев пробить. Бэкфест. Но там уже по зашагу прочитал Владислав соперника. Неужели подзабился уже Бьерслан. С правой попадает сейчас Владислав Деревенских. Бойцы оказываются у сетки. Работай, работай. Смотри, на той ноге стоит. Ну что ж, очень много сил потратила Закарьяев. И здесь опять дебизон остается за Владиславом. Включает колено. Попытка бросить будет со стороны сейчас Деревенских. Но нет. Перехватил инициативу Закарьяев. Закарьяев пробивает сам коленом. Раунд близок к завершению. Такие осторожные удары. Тем не менее, положение вещей не меняется. Хороший раунд. Мы с вами посмотрели. Преимущественно в стойке он прошел. Очень много клинча. Очень много вообще борьбы в стойке. Причем по статистике, которую мы сейчас наблюдаем, у нас вообще равенство. 31 по ударам. Коленями активнее работал Закарьяев. Все хорошо, все хорошо. Владимир, понял? Дали, отвечай. Понял? Не знаю, Дэвид, как тебе. но мне показалось, что Деревенских было получше с точки зрения именно чистых, акцентированных попаданий. Поначалу мне тоже так казалось, но потом перехватил инициативу Закарьяев, и в концовку он не проиграл. Мне кажется, что вообще равный был отрезок, и отдать могут любому из бойцов. Итак, смотрим продолжение. Второй раунд. Занимает центр Бьерслан. Обменялись джебами. Неплохую скорость на руках показывает Деревенских, но пока все очень осторожно. И очередной лоу-кик. Хлесткий, причем от Закарьяева. В начале боя дважды, кажется, пробивал лоу-кики Закарьяев, а потом как-то подзабыл про них. Лоу-кик. И атакует сейчас Владислав. Правый запустил. Двойку, ай, там же локоть. Очень опасно. Справа пробивает Владислав. Быстро, хорошо. Но здесь нескольких сантиметров не хватило ему. Иревенских идет в атаку. Слишком читаемо для Бьерслана действует здесь. Несли в руки. Владислав опять донес удар до цели. Ложиться на 100% не получилось. Тем не менее, челюсть он достал. Идет в атаку. Снова попытался пробить корпус. Бьерслан не вышла. Ну и призывает на него идти, на себя вернее, идти Бьерслан. Соперника хай-кик выбрасывает тут же. Снова ждет. Лоу-кик в исполнении Владислава, но мимо. Очень много финтов, уловок, чистых ударов. К сожалению, не так много как-то нам хотелось. И здесь неплохая атака, но идет вперед Владислав. Поймал на движении. И начинается борьба. Три минуты до конца второго раунда. Да, Владислав сверху. Наносит несколько ударов по корпусу. Переводит на голову. Но здесь уже Бьерслану надо рисковать и как-то подниматься. Отталкивать соперника от себя. Да, это удается Закарьяеву. Двойка. И колено тут же выбрасывает. Неплохо, неплохо по печени достал. Прекрасный эпизод. Середина боя позади. Снова подключает колено. Закарьяев. Продолжается борьба у сетки. Две минуты до конца. И обмен хороший. Получился. Воу, здорово. Да, прекрасный бэкэлбол. От Бьерслана. И он частично зашел. Но не потрясен Деревенских. Хотя оказался удар чистый. Ну, там слегка самортизировал его все равно. А Деревенских было видно, что скользь пришелся. Но, тем не менее, опасно было, конечно. Полторы минуты до конца второго раунда. Одну ногу пытается выдергивать Деревенских. И здесь уже локти от Бьерслана. Хорошее положение. Очень прекрасную атаку может провести здесь Владислав. Смотрим. Наносит еще два удара. Но как же так завалился Бьерслан. Он выкручивается, пытается отталкиваться от сетки. Но минута. Еще 60 секунд. Мастит. Молот очень высокий. И здесь включается на полную. Деревенских локти полетели. Вы посмотрите, какая бомбардировка от Владислава. Да, явно потряс он Бьерслана. Тот защищается. Это пассивная защита уже. И тем не менее. Пытается выбраться. Не отвечает на удары Бьерслан Закарьяев. Рефери может остановить поединок, потому что вкладывается в каждую атаку Владислав Деревенский. Еще 30 секунд. Но нет. Опять встрепенулся Бьерслан. Попытка выйти на удушающий. А стоит ли? Может быть проще побить? Закрывается опять. И справа, и слева. Хаммервисты. 20 секунд. Это второй раунд. Видно, что и Деревенских уже устал. Но он вложился в эту атаку. Как мог. Все силы оставил. Да, услышал молотки. И опять несколько ударов. И конечно же выйдет на следующий раунд Бьерслан. И постарается реваншироваться. Как делают это в концовке на последних секундах. Вот это да. Интереснейшее противостояние мы наблюдаем. Ну, раунд-то Владислав забрал. Безусловно. За счет этой концовки он точно вырвал его. Смотрим статистику. В два раза превосходит по ударам Деревенских своего оппонента. Вот и к даунам также. Он уже не так снимал. Оль, ты не давай таких отшибок. Вот у тебя получилось, когда ты вытягиваешься. Понял? И вот тот самый локоть. Прекрасный удар. Но затем была сумасшедшая серия. Вот здесь, казалось бы, по защите. Но какие же амплитудные и мощные удары были в исполнении Деревенских. Деревенских. Итак, третий, заключительный и вполне возможно решающий раунд. Смотрим. Деревенских против Закарьяева. Статистика на ваших экранах. Лоу-кик. Цена ошибки очень высока. Особенно после такого энергозатратного второго раунда. Пока у нас практически все поединки дошли до третьего раунда. Ну и этот не исключение. Да и вообще очень упорный турнир у нас получается. Мы знаем, что в ММА из Сирии процент досрочных побед очень высокий. Но сегодня у нас особый сценарий. Скользнулся Деревенских. Все в порядке. Выразил уважение Закарьяев своему оппоненту. А не стал бросаться вперед. Сдвоенный джеб и вновь дистанция. Поменялся характер встречи. Поменялся стойка у Закарьяева. Лоу-кик. Активно перемещается Бьярслан. Но пока ударов не наносит. Опять лоу-кик. Но здесь, возможно, придется считать очки. Вот по такому бою. Никто не хочет рисковать. Хорошо. С левой руки Закарьяев доносит удар до цели. Лоу. Еще один от Владислава. Даже вставая на секунду в комфортную для левши стойку, Бьярслан не атакует. Пытаются прочитать друг друга, переиграть. Забороть не получилось друг друга. Забить в партере у Деревенских во втором отрезке тоже не вышло. Но по логике определенное психологическое преимущество может быть и есть у Владислава, который понимает, что, скорее всего, он немного ведет в этой встрече и пытается не то, что засушить, а провести максимально аккуратный раунд. Да, при этом Бьярслан не форсирует события, хотя ему это стоит делать. Так с другой стороны, первый раунд мы не знаем, кому отдали. И вполне возможно, счет 1-1. Каждый раунд оценивается отдельно. Правый от Владислава вскользь, но все-таки частично попал. Снова атакует Владислав. Хорошая была комбинация. Показал в корпус, перевел на голову. Две минуты остается. Да, с дистанции действует. Хайкик. А скорость-то хорошая у Закарьяева. В этом раунде от Владислава лоу-киков побольше. Обмен снова в центре. Промахивается здесь же Деревенских. И попал здесь Закарьяев. Закрывается Деревенских. Пытается тут же сотворить ответную атаку, но не попадает. Пока самый тяжелый и точный удар, вероятно, в этом раунде за Закарьяевым. Ответ локоть. Но за этим пока ничего не следует. А Деревенских попытался пойти в борьбу. Но тоже пока неудачно. Подхватил ногу. Две уже. Пытается взять вторую. И неплохо стоит. Довольно широко Закарьяев. Наносит удары. С другой стороны, за ту атаку могли поставить в суде 10-8 в пользу Деревенских в втором раунде или нет? 10-8 точно нет. Там уже был еще локоть с разворота от Закарьяев. Да. И поединок в целом был... Ну, то есть 10-8 это когда боец не отвечает от слова совсем. Но там был такой эпизод. Один эпизод, не раунд. Да. Борьба в стойке. Не получается привести Деревенских тейкдаун. В свою очередь с чистыми попаданиями также есть проблема у Биерслана. Да. Но при этом сейчас активнее именно Закарьяев. И тейкдаун. В самой концовке отрезка. Все-таки Владислав его провел. И бой у нас завершился. Да. Дело за судьями. Сейчас они будут определять победителя. Одно раздельное решение было. Да. Вполне себе возможно, что и сейчас будет раздельное. Тем более, что статистика не такая разгромная. 98 точных попаданий против 71. По тейкдаунам 3-0. Ну и судя по реакции, мы видим, что Игия Арслан не очень доволен своим выступлением. Да, прям раздосадован. Закарьяев. Дамы и господа, в этом нелегком бою единогласным решением судей победу одерживает боец из синего угла Владислав. Владислав Деревенский. Единогласное решение пользу Владислава Деревенский. С чем его и поздравляем. Абсолютно заслуженно Владислав одерживает победу. И ждем его дальнейших выступлений. Да, вторая победа в карьере у Владислава. И перерыв был большой. С возвращением. Арктист yay. Арктист. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok